Друзья, всем привет! С вами Эдскрайбер. Давно не было топов на канале и сегодня у нас топ лучших самых-самых дешевых телефонов на Snapdragon 855. Это очень популярный снаб и только что вышел 865, соответственно 855 упал в цене и сейчас некоторые модели стали настолько привлекательными, что просто у вас, наверное, на крыше поедет. Узнав о цене, вы просто подумаете, а как в принципе такое возможно? Да, сегодня мы начнем с самых дорогих и будем идти с самым дешевым. И начнем мы с первого варианта. Это OnePlus 7T Pro. Здесь 6,67 дюймов экран в Quad HD Plus разрешение. Это AMOLED матрица. Размеры 75,9х162,6. И как я говорил, здесь 855 Snapdragon Plus, Adreno 640 видеоскоритель, версия 8,256. Есть также другие версии. В Antutu выбивает он достаточно много. 482 тысячи баллов. Батарея на 4085 мАч. Основная камера здесь на 48 мегапикселей. От компании Sony IMX586. Селфи на 16 мегапикселей. Android 10 и Oxygen OS 10 поколения. И по цене цена у него 550 долларов. То есть на данный момент 36 тысяч рублей. И цены все я взял на Алиэкспрессе. Ну, как вы понимаете, это самый-самый дорогой телефон. Далее у нас OnePlus 7. Тоже OnePlus. Но цена у него очень сильно отличается. Экран здесь тоже AMOLED. 6,41 дюймов. Full HD Plus разрешение. Размеры 74,8х157,7. Здесь Snapdragon 855. Adreno 640. Версия 8,256. То есть очень такая неплохая, богатая комплектация. И в Antutu 362 тысячи баллов. Вбивает телефон, батарея на 3700 мАч. Основная камера от компании Sony. 48 мегапикселей. IMX 586. И фронталочка на 16 мегапикселей. Android 10. Oxygen OS 10 поколения. Тоже очень неплохой набор. И здесь цена уже почти что на 100 долларов дешевле. 455 долларов. То есть примерно в рублях это 30 тысяч рублей. Ну и как вы понимаете, это не самый дешевый вариант. Далее прорыв 2019 и 2020 года. Realme X2 Pro. Один из самых-самых дешевых телефонов на этом чипе. По характеристикам пробежимся. Экран 6,5 дюймов. AMOLED матрица Full HD. Плюс разрешение. Размеры 75,7х161,0. Snapdragon 855. Плюс версия. Обратите внимание, друзья. Плюс версия. Самая дешевая в этом топе будет именно у этого телефона. Версия 6,64. Есть, конечно, другие версии. В Antutu 500, 3000 баллов выбивает. Батарея на 4000 мАч. Камера от компании Samsung. 64 мегапикселей. Апература f1.8. Фронталочка на 16 мегапикселей. Android 9 с коробочки. Но обеспечен переход на 10 Android. Цена у этого телефона, друзья, вдумайтесь. 414 баксов за плюс версию. Это примерно 27 тысяч рублей. Сейчас это, по сути, самый дешевый 855 Snapdragon Plus версии. Далее, наконец-то, компания Meizu засветилась со своим новым телефоном. По характеристикам здесь экран 6,2 дюйма. То есть, это небольшой экран. Амолед-матрица. Размеры 73,4х151,9. То есть, посмотрите, это просто малыш для этого года. Центральный процессор 855 обычный. Adreno 640. Значит, версия 6128. То есть, в принципе, неплохая комплектация. В Antutu 433 тысячи баллов убивает. Батарея на 3600 мАч. Основная камера на 48 мегапикселей. Компания Sony. Очень хорошо. AnimX 586. Фронталочка на 20 мегапикселей. Android 9 из коробки. И Flyme OS 7 поколения. Ценник у этого телефона 400 долларов. Примерно 26200 рублей. А, конечно, если сравнить с предыдущим телефоном, то он дешевле. По факту он дешевле. Но я бы предпочел Realme X2 Pro. Потому что там более-менее адекватные обновления. И все-таки плюс-версия гораздо мощнее, чем обычный 855. А далее нежданчик. Всего лишь на шестом месте. Mi 9T Pro. Я думал, что он будет гораздо выше. Но да, друзья, на шестом месте. Здесь экран 639 дюймов. У HD+. Разрешение это AMOLED-матрица. Размеры 74.3 на 156.7. Snapdragon 855. Adreno 640. 664 версия начинается. И в Antutu убивает 438 тысяч баллов. 4000 мА батарейка. Sony iMix 48 Мп. Sony iMix 586 на 48 Мп. Selfie Camera на 20 Мп. Android 10 уже есть. MIUI 11. И здесь мы видим значительное падение цены. 350 долларов. Примерно на Алиэкспрессе можно найти. В рублях это 23 тысячи рублей. Очень неплохой ценник. Но следующий телефон на пятом месте, друзья. Mi 9. Тоже собрал почему-то на данный момент. Mi 9 дешевле. И давайте обратим внимание на характеристики этого телефона. Это также AMOLED-матрица. 6,4 дюймов. Full HD+. Разрешение. Размеры 74.3. i7 на 157. i5. Основной модель гон 855. Версия 6.64. Есть, конечно, и другие версии. Я бы вам посоветовал 6.128 или что-то побольше. В Antutu 440 тысяч выбивает. Батарея 3300 мАч. Вот здесь тоже не очень хорошо. Камера Sony iMix 586. 248 мегапикселей. Очень распространенный модуль среди флагманов. Апертура F1.75. Фронталочка мощнее на 24,8 мегапикселя. Android 10 уже, в принципе, поступил на этот телефон. MIUI 11 тоже поступил на этот телефон. 328 долларов. Ну, немножечко. Но все-таки дешевле. 21 500 рублей. Это глобальная версия. То есть нормальная версия, которую вы можете себе спокойно приобрести и пользоваться. Далее на четвертом месте Vivo IQOO. Экран 6.41 дюйм. Это AMOLED матрица. Full HD Plus разрешение. Размеры 75,2 на 157,7. Здесь обычный Snapdragon 855, 640 Adreno. 6.128 версия начинается отлично. В Antutu примерно 420 тысяч баллов выбивает. Батарея неплохая на 4000 мАч. Основная камера от компании Sony. На 12 мегапикселей всего лишь. Апертура f1.79. Sony MX 363. Селфи-камера на 12 мегапикселей. И здесь Android 9 из коробочки. Но, скорее всего, будет переход на следующую версию Android. И цена у этого телефона 325 долларов. То есть примерно 21 300 рублей. С Mi 9, конечно, здесь совсем небольшая разница. И, конечно, я вам посоветую взять лучше Mi 9. Проверенный вариант. MIUI 11. Стабильное обновление и все такое. Конечно, это будет вариант гораздо лучше. Но у нас, друзья, тройка, тройка лидеров. И вы понимаете, что там будут варианты гораздо лучше, гораздо интереснее и дешевле. На третьем месте Meizu 16T. Это самый красивый телефон 2019 года по версии Китая. Из всех телефонов здесь. Экран 6,5 дюймов. AMOLED матрица. Full HD+. Разрешение. Очень неплохая матрица. Размеры 78,2 на 159,6. Небольшие размеры для этого экрана. Snapdragon 855. Adreno 640. Версия 628. В принципе, неплохая версия для начала. В Antutu 418 тысяч выбивает. Батареи на 4500 мАч. Друзья, обратите внимание на это. Камера Sony IMX 362 на 12 Мп. Фронталочка на 16 Мп. Android 9 с коробки. И Flyme OS 7 поколения. Meizu 16T. Цена у него, друзья, вдумайтесь. Психологически падает меньше 300 долларов. 290 баксов. Это примерно 19 тысяч рублей. Но есть одна проблема, друзья. Телефона этого нет в глобальной версии. Здесь представлен Global Room. И по ссылочке в описании вы тоже найдете Global Room. Я не советую вам его убрать, если вы не понимаете, что это. Если вы, в принципе, скилованы и понимаете, то можно рассмотреть приобретение. Но все-таки цена за 855 в 290 баксов. Это, конечно, просто супер. Дальше градус повышается, а ценник понижается. Следующий представитель это Lenovo Z6 Pro. Здесь экран 6,39 дюймов. Это тоже AMOLED матрица. Full HD Plus разрешение. Размеры 74,6 на 157,5. Здесь Snapdragon 855. Обычный. Adreno 640, понятно. Версия 628. Тоже неплохое начало для этого ценника. В Antutu 421 тысяча примерно убивает. Батарея отличная. На 4000 мАч. Основная камера от компании Samsung. 48 мегапикселей. GM One. Фронталочка мощная на 32 мегапикселя. Android 9 с коробки. И, скорее всего, будет обеспечен переход на 10-й Android. Ну и цена у этого телефона, друзья, вдумайтесь, 284 доллара. Это 18600 рублей. По сути, мы пришли к цене Pocophone. Помните, да, когда 845 был самый дешевый на рынке? Сегодня 855 самый дешевый. Это за 18600 рублей. Просто супер цена для этого телефона. Но есть, друзья, одна проблемка. Это не совсем глобальная версия. Многие люди берут, пользуются, понимают, как все это, в принципе, работает. Но прежде чем купить, обязательно почитайте все комментарии, чтобы вы своей покупкой не были расстроены. Я, в принципе, себе бы взял этот телефон. Но есть, друзья, кое-что гораздо-гораздо интереснее. И этот телефон стоит на первом месте. Просто супер топчик, который вы можете себе позволить. Когда я его, друзья, нашел, я глазам своим не поверил. Почитал отзывы и комментарии. Они просто все суперские. Мега находка 2020 года. Mi Mix 3 5G. Именно, друзья, 5G. По характеристикам быстро. Здесь экран 6,39 дюймов. Full HD плюс разрешение. Это AMOLED матрица. Размеры 74,7 на 157,9. Здесь Snapdragon 855, обычные версии. 640 Android. Версия 664. Есть также и другие версии. В Antutu примерно 448 тысяч баллов убивает. И обратите внимание, друзья, батареи на 3800 мАч. То есть гораздо больше, чем на обычном Mi Mix, друзья. Вот такая вот интересная разница. Да, действительно, это два очень разных телефона. Немного позже об этом. Камера основная на 12 мегапикселей. Компания Sony. iMix 363. Селфи-камера на 24 мегапикселя. Android 9 из коробочки. Скорее всего, будет переход на 10. И MIUI 11, конечно, вам обеспечена. Цена у этого телефона, друзья, я напишу, как есть. 289 долларов 99 центов. То есть в рублях, если это прям вообще заморачиваться, то 18996 рублей 37 копеек. Вот такая цена. И это, друзья, голобалочка. Да, NFC работает. Батарея гораздо больше. 5G, если у вас есть, то она будет тоже, в принципе, работать. Это нормальный, обычный, классический Xiaomi. Причем Mi Mix слайдер и версия. То есть это просто топчик на 855 Snapdragon. И с еще более лучшей батареей. Просто лучше, наверное, не найти сегодня, не сыскать на свете. Поэтому Mi Mix 3 5G просто топчик за свои деньги. Ну и, разумеется, все ссылочки на этот телефон, на другие телефоны, все в описании. Я уже вижу, как вы бежите, проверяя все своими глазами. Почитайте обязательно комментарии. Очень хорошие отзывы у этого телефона. Всем хорошего настроения, друзья. Всем хороших, позитивных эмоций. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok